Специально для вас мы подготовили краткий обзор самых интересных событий в мире культуры на сегодняшний день. В студии Дарья Пухарева. Здравствуйте. Бриллиантовое турне Большого «Балетная труппа» Главного театра России проведет три недели в Лондоне. В этом году традиции гастролей на сцене Ковенгарден исполняется 60 лет. В афише только хиты «Лебединое озеро», «Корсар», «Пламя Парижа», украшение строптивы и балет, специально поставленный для Большого Жаном Кристофом Майо. На сцене Королевской оперы выступят Мария Александрова, Владислав Лантратов, Екатерина Крысанова и Артем Овчаренко. Сегодня обновленный «Дон Кихот» с Ольгой Смирновой и Денисом Ротикиным. В какой-то степени можно это рассмотреть, как некий такой, знаете, мощный культурный десант. Едва ли не после этих первых гастролей Большого балета очень многие школы поменяли и изменили методику преподавания. Они даже не подозревали, что так можно танцевать. Олимпия остается, правда, всего на один день. Музей изобразительных искусств имени Пушкина продлил выставку одной картины полотна Эдуарда Мане из собрания Музея Д'Арсе. И сегодня последний шанс заглянуть на Венеру 19 века. Олимпия – одна из самых знаменитых картин Жан Реню в истории искусства. Впервые она предстала на публике в 1865 году и вызвала грандиозный скандал. Дама-пик из колоды карт, только что вышедшая из ванной, самка-гориллы, желтопузая одолистка, какими только эпитетами не награждали Олимпию. Другие писали, такое искусство, павшее столь низко, и вовсе даже осуждение недостойно. Музей современного искусства «Гараж» приглашает всех принять участие в сборе вещей для создания и инсталляции. Известная китайская художница Ин Сючжэнь – «Медленное действие». 12-метровая конструкция, внутри которой смогут перемещаться зрители, будет выполнена в форме лекарственной пилюли. Оболочку капсулы сошьют из более чем 100 килограммов одежды. До 14 августа можно будет передать в музей предметы и гардероба красного, оранжевого, желтого и белого цветов. Саму же скульптуру установят 30 сентября. Молодые авторы о молодых людях с ограниченными возможностями. Сегодня открывается прием заявок на первый всероссийский конкурс короткометражных фильмов «Преодоление». Его устраивает Российская государственная библиотека для молодежи при поддержке Министерства культуры. Подробности в материале Дарьи Ганиевой. Что такое мужественность? О, нет, я, конечно, ожидала, вопрос, у меня столько не было. Что такое мужественность и сексуальность? Комфортно ли вам в большой компании? И о чем думаете, когда остаетесь наедине с собой? Ответы на эти вопросы должны помочь молодым людям легче знакомиться и общаться. Во всяком случае, на это надеется один из инициаторов соцопроса Евгений Ляпин. Это изначально будет череда роликов, где, послушав ответы других людей, они смогут посмотреть эти ролики и узнать, к какому типу относятся они. И получить конкретный набор советов, как им проще взаимодействовать с другими людьми. Человек с ограниченными возможностями, это не про него. Евгению 21. Он чемпион Москвы по танцам на колясках, выпускник музыкальной школы по классу сольное пение, автор пьесы, которую поставили в Малом театре в рамках летней школы для молодых артистов и драматургов. А сейчас учится в школе-студии МХАТ на продюсерском факультете. Его история могла бы стать сюжетом для кино, а опыт преодоления стереотипов влечь в основу роликов, которые можно направить на всероссийский конкурс короткометражных фильмов «Преодоление». Его устраивает Российская государственная библиотека для молодежи. Общаясь много с ребятами с проблемами инвалидности, мы поняли, что у них есть многие вещи, которых мы не умеем. У них есть чему научиться. И вот, по-моему, это очень важно. Именно это и должно быть отражено и в конкурсных лентах. Короткометражки могут быть игровые или документальные, сняты на профессиональную камеру или мобильный телефон. Ограничение — продолжительность не более пяти минут и возраст авторов не старше 35 лет. Оценивать, насколько талантливо рассказана история преодоления, будут профессиональные режиссеры, психологи и сотрудники библиотеки, которая сама как пример общества равных возможностей. Здесь широкие коридоры, низкие полки и терминалы для самостоятельного заказа книги. Это удобно для тех, кто не слышит и не говорит. Для слабовидящих в библиотеке есть вот такая электронная лупа, которая позволяет увеличить любой шрифт или, как здесь, карту. А также читающий сканер, который любое издание превращает в аудиокнигу. Заявки на конкурс будут принимать до середины октября. В ноябре лучшие фильмы покажут на широком экране, а их авторов и героев пригласят в Москву. Дарья Ганиева и Дмитрий Дроновский, Вести. Сегодня день памяти Владимира Высоцкого. В Доме поэта на Таганке пройдут показы документальных фильмов и марафон «Поем, читаем, слушаем Высоцкого». В Екатеринбурге в музее Высоцкого также состоятся показы документальных лент и бесплатные экскурсии. А уже в среду в музее откроется второй этаж. На нем разместятся вещи из личного архива вдовы поэта Марины Влади. Ну а в Петербурге концерт, посвященный Владимиру Семеновичу. Прозвучат стихи, песни и прозаические миниатюры Высоцкого. На сегодня у меня все. Следите за новостями на телеканале «Россия-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова